Привет всем, сегодня мы посмотрим матч между Ice Creamers A и Nordic Union, с вами Иван. Собственно говоря, я думаю матч может получиться достаточно интересным, как бы банально это не звучало очередной раз, и шайба в воротах, что-то там какое-то непонятное произошло с игроками Ice Creamers A, и почему это случилось, но матч наверное переигран не будет, прям буквально с первых же секунд Лавер открывает счет сегодняшнего матча. Немного о составах, пожалуй надо сказать, Лавер, Эвери, Эрте и Алис сегодня наконец-то вышел в составе Nordic Union, в составе Ice Creamers, а нет в принципе никаких особых неожиданностей, Алекс, Хури, Джобсон и Энток, а тем временем Эрте блестейшим броском в девятку удваивает счет на табло. Не прошло буквально и минуты, как счет 2-0 в повороте Ice Creamers, а прошу прощения Nordic Union. Идет на фланг, шайба у Лавера, Лавер отлично играет на другого своего партнера, но в конце концов шайба возвращается к уротарио. Сегодня нет в составе у нордиков от Джинжала, очень боевой состав сегодня вышел, несмотря на отсутствие саунда. И вот буквально с самого начала, как будто бы игроки Ice Creamers оказались не готовы к такому началу, и просто их с самого начала разорвали. Эвдок тем временем здорово проходит по флангу и может выкатить Алексу, что собственно и происходит, и Алекс сокращает разрыв в счете, так что в данном случае уже все выглядит не так безнадежно для Ice Creamers. Шайба подскативает воздух, немного не разобрались, но первым опять будет эвдок, бросит, но помимо того, что шайба летела мимо ворот, так еще там и защитник успел ее накрыть. Может быть не стоило даже ее трогать, чтобы шайба спокойно пролетела мимо. Неудачный очень выброс, прям на клюшку набегающего игрока по флангу, но он видимо тут не успеет на шайбу. Атака. Развивается она по центру, отпустил немного от себя шайбу нападающей красной команды, и он ее потерял. Док. Подхватывает шайбу из глубины, это Джобсон, но при попытке сделать финт он не смог обойти. Мне не видно отсюда, не буду даже гадать кто это. Ну, одного из игроков в Нордик Юниор. Опасная атака. Передача неплохая, но отличная блокировка и добивание, но там уже было очень неудобно добивать эту шайбу. Можно, наверное, сказать немного о турнирном положении. Честно говоря, я хотел распечатать таблицу, но уже забыл об этом, придется вспоминать. У Айскремерс 12 очков, и победа в этом матче оставит им математические шансы на то, чтобы... И сейв. Сейчас сейв блестящий. Вратаря, наверное, это был... Эйвери. Может быть, Эйвери на воротах стоит. Что я говорил? А, 12 очков сейчас у Айскремерс А, и победа в этом матче сохраняет им хотя бы математические шансы на борьбу за тройку призеров, но повторюсь, исключительно математические, поскольку там очень будет им сложно. Ой, какой неудачный выброс шайбы прямо на клюшку Алису, и Алис спокойно... Ему никто не мешал, и он встяще расстрелял вратаря Айскремерс А. Отнимает у защитника шайбу. Хотел сказать, неплохая передача, но она все равно прошла, кстати. И снова провал в обороне. Непонятно, что вообще тут делали игроки Айскремерс, почему они совсем забыли об обороне. Борется там защитник, и очень не вовремя лаг. Выкатывает на пятачок. Ох, опасно как было. Лаг продолжается. Очень не вовремя он застал. Причем для обеих команд это было, конечно, очень неудобно. В данном случае пытаться что-то сделать шайбу в таком положении. Но повезло больше здесь Айскремерс А, поскольку шайба все-таки не влетела в отворота. Хотя пару раз до этого момента она могла оказаться. Долго очень принимает шайбу игрок. Дальний бросок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно как было. Хорошая, очень хорошая передача. Но есть шанс у Алекса сократить счет. Ну, зачем? Ну, что это было? Абсолютно, на мой взгляд, неправильное решение в данном случае Алекса. Нужно было бросать опасная ошибка очень. И, слава богу, неудачный. Ну, слава богу, для игроков Айскремерс. Неудачный бросок. Одного из игроков Норриск Юнион. Да, Алекса, мне кажется, поторопился в прошлом эпизоде. Мог, наверное, сам бросать. Но уже не суть важная. 3-1 после первого периода. Айскремерс, а, не могу сказать, что они прям выглядят прям удручающе. В принципе, у них есть шансы, если вот только вот не такие провалы постоянные в обороне. Успеваю тут накрыть, тут повезло. Наброс в штрафную. Точнее, чужую зону. Ух, как здорово, на коротке тут сыграли. Отлично было задумано, но немного сильно и, по-моему, просто не поняли тут друг друга. Игроки и в конечном счете шайба опять в их зоне. Борьба. Первым будет игрок Нордик Юнион, который объезжает нападающего, защитника, точнее, прошу прощения, и штанга. Штанга ворот. Айскремерс звенит. Атака Айскремерс, дальний бросок выше. И первый будет на подборе игрок Айскремерс. Никто, правда, его не поддерживает, только передачу назад можно сделать, и то ему не удается ее сделать. Шайба на левом фланде на этот раз. Разряжает обстановку вратарь. Другой вратарь принимает шайбу. И снова вдвоем игроки Айскремерс прессингуют. Ну, второй, правда, не прессингует, а делает вид, что находится в чужой зоне и что-то хочет этим добиться. Не закрывая, в принципе, никого из игроков. Передача вперед. Ну, я бы сказал, что Айскремерс начал поживее играть. Очень здорово разыграно. Ну, оставь шайбу, оставьте, оставьте. Ну, бросай. Браво. Очень здорово. Втроем, втроем выкатились на одного защитника. Проспали нордики сейчас этот момент абсолютно. И 3-2. Счет сокращен очень сильно. Снова, вот уже третий раз замечаю, что на вбрасывании игроки Айскремерс просто такое ощущение, что впадают в какую-то... Парализует их вот это вбрасывание и постоянно они проваливаются справа и очень опасно постоянно выходят. Передача на фланг по борту. Неудачно. Снова шайбы игроки Айскремерс. Нет, неудачно. Лавер. В одно касание отдает на фланг. Чуть-чуть притормаживается атака. Передача обратно на ловера. Не мешайте. Опа, опа, как опасно. Нет. Не хватает. Но вот сейчас вратарь не смог с первого раза обработать шайбу, но ничем опасным это не закончилось. А вот сейчас может опасно закончиться вот эта контратака в исполнении Нордик Юнион на этот раз уже. Ах, успевают, казалось бы, накрыть Эрта, но все равно он сумел пробросить эту шайбу. к нам дошел один из умственно отсталых игроков. Ну, вообще умственно отсталых игроков и не сумел выйти с первого раза. Видимо, ему помогли. Шайба в зоне Айскремерс. Передача на Алекса. Ой, пожалуйста. Шайбу у Айскремерс снова. Такой переброс по зонам идет. Бросок неожиданный такой, весьма бросок. Снова немного неудачно играть Айскремерс. Немного не хватает последнего пасса им. Никак. И вот снова провал в обороне. Можно бросить. Штанга спасает ворота Нордик Юнион. Если бы сейчас забили, то нас бы ожидал бы очень интересный третий период, но в принципе он и так может нас ожидать, но так бы было бы гораздо напряженнее. 2-4 после конца второго периода. Команды обменялись шайбами во втором периоде просто. Айскремерсам даже удалось подобраться сначала на расстоянии от одной шайбы, но контратака хорошая Нордик Юнион привела к тому, что снова удалось им восстановить статус-кво. Пытается выбросить. Неудачно тут блокировал игрока Айскремерс шайбу. Дальний бросок. Алис 5-2 делает счет. Александр задает указания. кто кем должен быть. Можно бросить. Ой-ой-ой. Опять дальний бросок. Особо не париться. Игроки Нордик Юнион и правильно делают. Нужно просто удержать преимущество в три шайбы. Что вот сейчас творит защитник это очень-очень интересно. Перекладина по-моему спасает. Может и вратарь не суть дела. Шайба не оказалась в воротах. Но мне сейчас очень понравились действия последнего защитника. Очень странные они были. Алис пытается в одиночку пройти всю команду. Ему это не удается. Хорошая передача. Вот тут либо сам либо сам либо опять Александр вместо того чтобы бросить отдает пас. На мой взгляд в данном случае он был достаточно бессмысленным. Отличный кросс. Такой вверхом в стиле Оскара. Вспоминаю передачу пива на пророка. Но в данном случае передача хоть и прошла но не удалось нападающему обработать эту шайбу. Борьба в центре поля. Три минуты остается для того чтобы забить три шайбы айскримером чтобы перевести игру в ивертайм. Но пока никаких предпосылок к этому не видно. В третьем периоде во втором еще были шансы реально у айскримеров. Пока в третьем только один шанс от Алекса. Шанс Алекса больше в принципе ничего и не было. Прорыв по флангу но ничем он не оканчивается. Оканчивается он наверное еще одним опасным моментом исполнения Nordic Union. Неудачно очень играет игрок синей команды падает но все заканчивается хорошо. Пытался сейчас игрок синей команды втолкнуть шайбу в борт но это не удалось. Снова очень вовремя ладит для принимающего игрока. Ох какой неудачный выброс шайбы и менее удачная обработка нужно бросать. мимо. Чуть-чуть он в центре неудачно ее обработал и потерял момент динамику. Передача немного высыхала это конечно. Борьба за шайбу покатывается на ударную позицию игрок ох игрок Nordic Union бросался очень острого угла но удалось вратарю спасти ворота в данном эпизоде. Передача не успевает игрок Ice Creamers на эту шайбу. Минуты остаются. Сложно сказать что у Ice Creamers есть еще шансы поддержать интригу но в принципе конечно скорее скорее всего Нордик побеждает сегодняшний матч совершенно по делу. Втроем игроки Ice Creamers в своей зоне их не выпускают игроки Nordic Union хорошая передача по флангу отличная но неудачно немного обработал F-Dock эту шайбу передача в центр перехватывает ее. Матч постепенно подходит к своему логическому завершению 2-5 похоже такая останется Нордики зарабатывают очередные 3 очка а Ice Creamers очередной раз проигрывает матч хотя по игре я бы не сказал бы что они были гораздо слабее своих соперников какие-то отголоски неплохой игры просматривались ну на этом все с вами было вам Иван 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 всем спасибо до свидания субтитры